итак ребят всем привет залетаем на просмотр сегодняшнего матча сегодня у нас играют гров против но ну да сноп что-нибудь придумаем 14 получается сезон 7 серии посмотрим опять же best of 5 будет заруба наверное жесткой но посмотрим опять же после выхода патча я еще не совсем привык новой мете поэтому возможно буду не совсем корректные вещи надо говорить но я думаю ничего страшного в этом не будет буду стараться мы видим что инвокер тускар undying и с лордар отправились в бан пока что все в целом дефолт на единственный бан инвокера такой ранний не всегда увидишь хотя возможно сейчас и всегда опять же это получается четвертая игра которая вижу в новой мете и предыдущие три были один одну на боже один в один то есть там всегда был распирит который очень хорошо себя показывал один раз был оракул а все остальное в принципе из старой мета было взято как здесь будет сейчас посмотрим вот но но берут у нас dark сира к сожалению я не знаю может и как-то по-другому называть может и но довольно сложно норм я их назвать не могу потому что он пани р ну ничего если вдруг я буду день говорить норм то вы понимаете что это просто я оговорился потому что в принципе созвучно ну и смотрим чем ответят из греции ребята да я уже встречался с ними но как бы комментирую мне не довелось просто видел знаю что они действительно из греции не говорят по-русски так что посмотрим что они смогут показать нам иностранцы опять же ага ферст пик виспа и тине но не сильно они удивляют нас в принципе это достаточно дефолтное начало игры потому что на вернее начало пиков может довольно часто последнее время я встречаюсь с виспом тине так уж получилось что последнее время частенько их начали брать по крайней мере в тех матчах которые я вижу то есть возможно это редко добирает бэйна у нас но это очень хороший контроль то есть герой который тупо может об всю эту даблоза контролить то есть 1 пакет 2 финс грипп то есть теоретически это неплохо и забанили дума ну пока что я не вижу никаких единственное вот гроф надо взять что-то интересненькое потому что я так понимаю это будет дабл мид висп тине и нужны хорошие герои еще потому что линии остальные будут немножко слабее чем могут быть гирокоптера отправился в бан на ребята если что извините я разогреюсь в процессе все-таки первая игра сегодня за сегодня которые будут рассматривать с вами ну и смотрим в принципе эр спирита нету но опять же я не знаю насколько он сейчас вообще ходовой персонаж потому что вчера все игры были с ним но это далеко не показатель естественно что я видел игры одной и той же команды все время они постоянно брали его но он конечно показывался очень жестко и ультимейт хорошо давал ну ультимейт это проще всего на этом персонаже конечно дать но он всем попадал посмотрим как будет здесь но пока у нас стадия банов пока что ничего не видно единственное банят преимущественно толстых персонажей у нас как мы видим и продолжают толстых персонажей банить у нас но потому что спирит брейкер дум слордар и он дайнг все они плотненькие пока что более таких жиробасов немножко подбанили но посмотрим опять же есть хороший хардлайнер есть хороший саппорт ну саппорт конечно не знаю многие говорят что он сейчас не очень хорошо заходит мне пока что нравится как он играется как он себя показывает ну а как она там будет сейчас увидим конкретно в этой игре ну а тени виспо то естественно дефолт мы уже видели это миллион раз тени ничего кардинально насколько я помню не изменили вроде бы хотя я могу путать да так же как и виспо вроде их патча особо не коснулся они как были хорошие так и остались по моему но опять же возможно это и не так ну и посмотрим что-то надо брать какой-то тоже неплохого хардлайнер а я взял на их месте сейчас харду хотя возможно и стоит набрать саппорта потому что на харде там еще много кто есть хотя хардлайнеров не так много опять же немножко апнули клокверка но он почему-то не стал появляться возможно хотя я по моему его апнули вроде бы немножко силы базовой добавили но видимо этого недостаточно чтобы он стал появляться в общих пиках потому что я его не видел вайпер довольно мерзкий герой опять же замедло плюс сам по себе плотненький за счет коррозь в скин но и статы у него в общем в целом неплохие и вайпер страйк то есть милиш на керри сюда уже плохо будет заходить для но да могут конечно попробовать кого-то взять на тот же рейт скин будет очень серьезные трудности иметь в бою с вайпером но вайпер даже бить его в принципе не обязательно то есть там вайпер страйк ты потратил на этого леорика и его кпд очень серьезно будет падать так что я даже не знаю плюс да много чего вайпер в общем противный герой то есть он там и всякие блинки может какие-нибудь коррозии джакира добирают очень хорошего саппорта ему добавили 7 урона с руки насколько я помню и все и гроф добирают дозу но пока что пик гроф мне кажется серьезней мне кажется что не перепикали своих оппонентов хотя опять же все зависит будет от реализации плюс это мой личный взгляд возможно это и не так возможно никто никого не перепикал но мне почему-то кажется пик гроф нравится пока что побольше ну и смотрим опять же здесь дазл вайпер тени и висп то есть убить будет очень сложно любого потому что висп и дазл соответственно очень хорошо сэйвит своих тиммейтов и естественно акса сюда добирать никто не будет чтобы как-то грейв ну как бы побороться с ним без акса будет тяжеловато но опять же акса уже тупо некуда поставить уже слишком поздно и так как они фирспиком забрали себе хардлайнера ну и акс вообще на самом деле не очень хороший герой плюс здесь вайпер который естественно очень неплохо съедает то акса ну не знаю ладно посмотрим что сейчас будет 52 секунды остается дополнительного времени у сейчас как-то надо так вот потому что я постоянно забываю как они называются это печали естественно но да ладно что нужно у нас команде гроф у них есть мид у них есть фарм роль скорее всего если они пойдут дефолтным расстоянином с дефолтной остановкой лайнов то есть это тени висп в миде вайпер это будет скорее всего стоять с дазлом и кто-то на харду хотя я на самом деле не уверен мне как-то не нравятся вот эти линии добирает квапу забирает себе мидера команды но да это best of 5 счет 0-0 так что возможно мы здесь надолго ну скорее всего наверное хотя кто его знает понятия не имею как это будет я просто опять же не встречался по моему с командами с этими не получилось мне с ними пересечься как-то но ничего будем надеяться что они хорошо играют а это и главное ну и что а с последняя стадия банов нужно забанить что-то интересное опять же сложно сказать какой керри тут зайдет очень хорошо что у нас зайдет хорошо кстати дизраптор был бы неплох вместо джакира возможно то есть там и сайландс который и даст лу помешал бы и виспу и можно там глимсануть кого-то и залетевшего то есть мне кажется что это было бы интереснее опять же теоретически можно играть через айс пас то есть залетает эти ребята и ты уже кладешь айс пас под них но не знаю правда не знаю 20 секунд дополнительно времени у остается у гроф посмотрим что они будут добирать в принципе венджи фуд спирит ну керри венга это похоже была задумка и без мастера забанили не знаю керри венгами как-то не впечатлило да есть команды которые играют этим очень хорошо но мне как-то не знаю есть по моему более интересные ну да добирает хардлайнер это бристалбек на харде тоже но очень плотно мы видим какой здесь количество дэмэджа нужно чтобы убить их то есть если не быстро не минусануть через какой-нибудь орхит а дазла то убить практически невозможно будет то есть прокастал тут хотя тут и пюр дэмэджи есть и макропирка плюс дарксир то может как то есть ну не знаю надо смотреть чем ответят у нас но крайне удобно конечно говорить но кому но как бы что поделать если так называются значит значит так их и надо называть 20 секунд дополнительного времени у них остается надо добирать ага это судя по всему керри эмбер спирит я не люблю это я как-то не уважаю почему-то эмбер спирита в роли керри я могу понять его еще в роли мидера но я не думаю что это будет мидер потому что квапа фармящий это тоже тупо ну посмотрим в любом случае как там у них все будет в принципе лайны довольно дефолтные получились у нас в ноб но кто знает опять же я команду не видел вдруг они как-то да и кстати ни одного нового героя который добавили cm не видим вот здесь ну ничего может быть в следующий раз ждем пока разберут своих персонажей игроки не хотят квапу и дарксира брать 10 секунд remaining 5 секунд remaining отлично ну и ставится конечно же тактическая пауза а я понял почему не хотят брать судя по всему никаких багов у меня моих любимых нету герои все на месте ну тогда осталось дождаться уже переподключился последний игрок и сейчас будем смотреть или он не вылетал просто не пикнул или он вылетал ну ладно не суть возможно я немножко просмотрел опять же очень хорошие саппорты они особенно джакиров не хотелось посмотреть как он себя покажет 57 тычка у него теперь то есть на 7 видимо раньше было 50 соответственно неплохой буст но мне как-то нравится больше когда саппортов апают все таки в плане способностей потому что ну да 7 дэмэджа это много но не знаю что тут очень серьезное происходит команда из греции ну опять же тени висп это супер стандартно ничего интересного тут пока что не будет хотя возможно ну не знаю ладно ждем ждем когда опять же пока что можно посмотреть что у нас вообще по потенциалу в лейте в лейт потенциал мне кажется все таки за импер спиритом так как ну он все таки достаточно ультимативный товарищ хотя здесь есть брестлбэк есть тени и вайпер которые в общем то тоже очень серьезное оружие в лейте ну посмотрим ну не знаю какие то проблемы судя по всему но нет добирают клопу естественно и сейчас наверно будет продолжится игра все таки да опять же у команд есть некоторый языковой барьер судя по всему по идее нопом это команда из россии я не проверял точно но мне кажется что так оно и есть ну ладно да пойди из россии так ну тут отжимается пауза пока я там чекал ну конечно очень плохая музыка откуда эта команда может быть еще с таким названием ну да ладно смотрим расходятся по линиям скорее всего не будет никакой ранней драки хотя в принципе команды могут показать некоторую агрессию но для гроф мне кажется это будет не очень хорошо ну посмотрим так мы видим что дарксир отправляется поставить вард soul ring рецепт он и с собой взял вообще я не знаю будет ли эта игра затянута в лейт мне почему то есть предчувствие что это будет достаточно быстрая катка по крайней мере первая а их минимум будет 3 хотя я тебе конечно 3 не знаю почему мне не хочется до 2 часа ночи сидеть да мы видим бресталбек поставил вард есть теперь информация хотя возможно ну да было видно эмбер спирита ну и нижнюю руну соответственно будут забирать у нас нопом и верхнюю судя по всему заберут гроф не будет никаких ранних столкновений квопа хороший мидер на самом деле я как-то раньше его недооценивал еще до того как начали ее активно брать почему то мне казалось она довольно посредственной и лина на самом деле лично для меня казалось открытием насколько она хороший мидер но здесь к сожалению лины уже нету не перестали ее брать почему то не знаю вроде бы ничего с ней особо не сделали даже на роль саппорта ее не увидишь ну и разбирают руны добавили шапочку кстати ну да ладно висп тени да действительно стоят они в миде на боте у нас стоит ага вот как бресталбек дазл простите и соло будет на изи лейне стоять вайпер судя по всему так все это будет происходить неплохо очень неплохо на самом деле интересно расставлена линия здесь же мы видим бэйн эмбер спирит и соответственно джакира будут стоять против этой даблы дабла достаточно серьезная много физического урона много магического урона нет магического немного эти штуки тоже физические ну неплохо посмотрим опять же вполне возможно мы увидим здесь какие-то интересные фраги вайпер будет стоять в целом неплохо как мне кажется опять же за счет того что он рейндж персонаж но айон шелл его напрягает мы видим все равно естественно с дарксиром довольно тяжело стоять один на один он очень хорошо стоит я помню когда-то давно использовали даже как мидера но тогда мало просто героев было и было сложно стоять против темплара ассасин а он как раз билл рефракшн так здесь мы видим что квапу очень серьезно напрягают у нее есть блинк да использует она блинк использует бутылку но выживает да все нормально с ней ну то агрессивно играю тенивис мы видим как и далеко не аркадят они не боятся совершенно никаких телепортов но естественно рано еще для телепортов то есть если перетянется джакира с liquid fire то это как бы вряд ли чем-то поможет ей так уж радикально то есть слишком нет скилла у саппортов так что пока что можно вот так нагло заходить но дарксир себя по идее должен чувствовать себя здесь просто замечательно хотя мы видим что вайпер стоит примерно так же больно кстати очень виспу лол клапа просто забирает и блинкал делает я кстати не понял почему он ничего не каст оставал судя по всему ботла здесь и заряд ботла был почему он не восстановил ману тиннику я не знаю я просто стоял ничего не говорил потому что я был уверен что он сейчас отпоит его и клапе придется просто блинкал делать я промолчал потому что думал что здесь забрать будет очень сложно виспу он просто тычками с руки его забирает хорошая игра от клапы естественно очень грамотно оценила вообще игровую ситуацию и ну было как бы права я был не прав здесь почему то я думал что ей не получится сделать так просто фраг то есть просто тычками видимо что как бы коррозив скин напрягает немножечко у нас дарксира но естественно это не сравнить с тем что вообще делает айншел то есть мы видим как он горит ну да неприятная ситуация ну да ладно хотя бы ферстблат я так особо не пропустил я правда был опять же я ничего не говорил потому что был на сто процентов уверен что ничего не будет судя по всему была попытка сделать хитрый отвод но совухи как-то ага крип мак только отвелся так что у нас тут в миде продолжается какая-то жара опять же висп уже один раз скончался но у него есть боттл так что все у него должно быть нормально больше не стоит просто так откровенно нагло заходить наверное потому что если вы подпитите сейчас то на брейсфаер мы видим дает по брестилбеку я так и не оценил эту новую штуку которая восстанавливает здоровье какая-то по моему она не очень это наверное самый бесполезный предмет вообще в дочке теперь почему-то я его совершенно не ценил если манга он крылёвый то вот это как-то не знаю 75 здоровья ну вроде как типа неплохо как стики какие-то очередные но не знаю плюс 2 атаки 2 единицы атаки ну как бы смешно а стоит оно я не понял сколько там ну и стоит дешево конечно 75 ну хрен знает в общем не знаю я как-то не оценил может быть я не прав опять же надо посмотреть играют ли ну настоящие профессиональные игроки берут ли они это и чем это вообще аргументировано потому что если они просто это берут то это не факт что это так и должно быть дазл есть у него некоторые трудности он здесь будет скорее всего погибать у него левел 1 до левел 2 его совершенно немножко не хватает это второй фраг мы видим что очень серьезно просил по хп эмбир спирит опять же бресталбэк напрягает его интересно будет ли это бресталбэк с аганимом хотелось бы посмотреть как это вообще работает но я один раз видел это и я был в общем-то униженным потому что он был очень жестко на фижен и очень хорошо работает в общем опять же это best of 5 я надеюсь что команды не будут брать идентичные пики от игры к игре я хотел бы посмотреть все таки на новых героев хотя бы хотя бы на эрф спирита потому что ну он понравился мне в принципе вчера но не знаю опять же я не думаю что большое количество игроков умеет им играть вчера он был пикнут на роль саппорта причем трижды и показывал достаточно приличную игру но мы видим что клопа 1 на 1 напрягает тинника причем очень серьезно напрягает на самом деле она могла попробовать его дальше забрать но здесь огромный прокаст плюс висп уже на подхвате то есть надо было либо делать сразу либо как она и сделала просто отказываться от идеи ну и что тут у нас спреем напрягает у нас брестлбэк а где дазл а вот он дазл только прилетел так ладненько что тут видим по крипстату давайте посмотрим 17 на 3 имеет у нас квп и 35 на 8 имеет тени естественно тени чувствует себя просто в шоколаде у него все отлично небольшое отставание по левелу у него хотя он ровно на левел отстает то есть это довольно прилично при условии что квапа уже имеет л.6 теоретически она могла попробовать запрыгнуть и быстро сделать фраг на нем или же виспа убить как-то потому что сейчас она опасна сейчас она действительно очень опасно еще забирает инвиз вижена в этой части карты нет у команды гроф так что для них это может оказаться полной неожиданностью появления квапы из инвиза ну и фуловый теник висп отправляется ли по всему на базу или курьеров встречают ага забудь или боттл я понял ээээ ну вот как-то не важнецки получилось у квапы конечно она выживает причем выживает на 120 хп я вообще не знаю как то я неправильно оцениваю так здесь серьезная драка в это время прогибает уже дазл погибает также эмбер спирит и серьезный проблемой бресталбек он серьезно замедлен но на самом деле он зря развернулся сейчас очень неудачно он развернулся он просто развернулся в момент когда дали брейнсап по нему ээээ хотя все равно пюр все равно отпустила его больно квапа запрыгивает убить не получилось а вот на развороте она просто погибнет погибнет тычка с руки да но скорее всего тени здесь тоже останется ой 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 очень своевременная перетяжка от дазла и спасают опять же квапа перенаглела возможно я переоценивал ее в данной ситуации почему-то мне казалось что если она так поступит она действительно сможет забрать но нет не сможет и 4-2 становится счет давайте посмотрим что там у нас вообще по общей ценности есть ли какие-то интересные вещи нет ничего интересного что у нас по графикам гроф ведут 500 по экспе по золото у нас в принципе достаточно ровно это ситуация в нуле практически была возможность забрать зебру но опять же на дазли это сделать практически невозможно так как у него очень низкий дэмэдж с руки и даже будет скорее всего погибать не знаю зачем был потрачен сурж хотя контр инициация залетает и не ставится на него очень хорошая стеночка и не здесь может погибнуть запрыгивает клопа даблкил это триплкил для папы отличная игра клопы супер своевременная правда не увидел как там сдуло вообще бед бедного дазла я как-то больше смотрел что нам происходит с кинеком очень неплохой рассказ и все в точку бресталбэ конечно же очень хорошо себя чувствует сейчас то есть мы видим что у него есть левел 6 может напрягать теперь джокира очень серьезно есть опять же ультимейт единственное возможно его стоило в единичку вкачать все таки первый скилл и уже даже попробовать забирать потому что как бы тут не такое большое количество дизейблов хотя сейчас у него могут быть проблемы спрей очень серьезно напрягает у нас с джокирой джокир просто погибнуть может его заслипали у нас с бреста и вот это спасло да не получилось добить и что пойдут под вышку да судя по всему планируют идти под вышку и у них может это очень хорошо закончится на самом деле если он все таки пойдет да бэйн будет здесь скорее всего погибать да бэйн минус мы видим что так же перетелся дазл дазл не успевает абсолютно ничего дать это ну конечно печально надо отходить отсюда квопа рядышком но опять же она тут одна так что вряд ли она будет продолжать эту драку вернулся сюда эмбер спирит у него есть тревела я не разделяю взгляд насчет тревеллофт вот прям ферст айтемом эмбер спирит что-то мне как-то никогда это не нравилось не уверена что это хорошая идея но раз этот игрок как сделал значит есть какая-то задумка по этому поводу видимо что очень агрессивный вард стоит да его находят нашли вардец ну и продолжаем да что там у нас по нетворсу мы видим что вайпер тени занимают первое второе место после этого с небольшим отставанием идет эмбер спирит квопа и дарксир и бресталбек немножко отстал все таки от всей группы от всего вот этого стака героев то есть их много мы видим так здесь проблема у кого-то или по всему будет погибать ой-ой-ой хороший соник вейв кстати и тени тоже здесь скорее всего погибли да пошел по нему даггер ну видят его естественно никуда он не уйдет или уйдет лол и не догорит хорошая игра опять же я опять что-то у меня сегодня как-то неправильно оцениваю вообще игровые ситуации я был уверен что он не должен сюда входить опять же достаточно интересная раскачка через liquid fire в 3 breath fire в 2 а дуал бред он называется breath fire это вот дк точно и айс пасс в ноль то есть это интересная раскачка опять же в единичку брать стоит вот только из-за таких ситуаций ну в любом случае видимо что здесь достаточно серьезное количество стаков если их как-то забрать ага есть информация по поводу того что здесь вообще за толпа ну даже хороший интересно отвод делает я так не умею допустим хотя это судя по всему не так сложно и начинается полная толкучка на самом деле хорошо поджог и что будет драка опять же очень плотная игра залетают тени и спон судя по всему залетают да моментальный рассказ по бэйну бэйн сразу же минус опять заслепили у нас дазла ну скорее всего он снял с кого-то ну и вис возвращается домой один в мид это 9-4 становится счет начинают ответные фраги делать гроф то есть первое начало игры было одно очень хорошо то есть они много фрагов сделали но сейчас получили свои необходимые лвла ребята из гроф и уже они показывают что так залетела клопа очень серьезно пробитый у джакира могут быть проблемы бресталдек просто идет вперед съедает манго и продолжает разбрызгивать у него есть 17 стиков в любом случае убить его довольно тяжело но он здесь будет скорее всего погибать хотя он все еще живет лол погибает тхд погибает также скорее всего квапа если она блинкаться не будет прямо сейчас ну и не должны здесь никак спасти уже этого несчастного бэйна бэйн просто погибает и все выжили просто очень лохиповый но выжили потратили все то есть финс грипп там был проюзан по бресталдеку но не хватает дэмэджа пока что хотя саппорты вроде считаются очень хорошие я просто джакира сам лично не очень люблю но я знаю что он хороший но я как-то не в моем вкусе все-таки товарищ ну и что будет ли пуш да судя по всему команда гров планирует забрать т1 тавер по ботам у них то естественно без проблем может получиться потому что очень много дэмэджа сейчас воу дазл машина злаз хитил при том что был теник которым все-таки удобнее ласкидить учитывая огромное количество дэмэжа с руки конечно аганима еще нету так что все не так плохо но в любом случае ну и продолжаем мы видим что перетягивается в мид гров должны навязывать свои игру потому что то что было в начале игры это в принципе абсолютно невыгодно для них но пока что у них все хорошо они перехватывают инициативу мы видим что по экспе они ведут тысячу по голде уже полторы тысячи то есть серьезно а если продолжить в том же духе то через некоторое время они просто могут закончить эту игру вообще без проблем то есть без каких-то кровопролитных сражений они просто пойдут и раздавят так что у нас здесь опять же бресталбек против дарктира это такие достаточно титанические труды у них будут чтобы убить друг друга поэтому это вряд ли я пропущу ну мека у вайпера это хорошо уже 100 крипов он имеет топ-1 по нетворсу опять же ну и что будет какая-то враг вообще в миде что вообще по ситуации в целом пока что мы видим что грофи идут очень уверенную игру но не абсолютно не отстает команда блин я забыл нопом да нопом ух название так вот они абсолютно не отстают да есть небольшой разрыв но прям так уж отставанием немножко уступают потому что я не могу назвать что-то какое-то отставание я серьезно да полторы тысячи по золоту но ситуацию по игре мы видим что в принципе она равная хотя возможно что следующая драка как-то серьезно горит возможно следующая драка как-то расставят точки над и и мы уже будем видеть кого-то кто в принципе хоть как-то выигрывает в этой игре но пока что травм ну и все ладненько что у нас тут тени висп опять же есть релокейт можно как-то попытаться синициировать но пока что не по кому инициировать есть эмбер спирит которого довольно сложно поймать и есть огромное количество героев в миде но вот по причине того что их много и не хотят видимо они туда залетать на ликвид файер постоянно обновляется у нас на вышке мы видим что горит она очень серьезно брисовый перетянулся есть него пт есть вангвард есть стикер ну все неплохо у него опять же естественно он встает почему-то но и длине у него было довольно жарко один раз умер и два фрага он имеет тени висп что будет релокейт или они просто будут пытаться зайти в драку есть блинк у тени жакира похоже погибать будет хотя стяжка ликвид макропира висп погибает тени скорее всего можно тоже добирать а за тени почему не погнались привязали брестелбека опять же макропира потрачили да игровы забирают вышка отдали одного виспа и в принципе ничего страшного отдали бы тени было бы неприятно а так ничего особенного но мы видим что тени не смог за проказ забрать у нас жакира что естественно нехорошо но жакира сам по себе достаточно плотный товарищ то есть не самый тонкий герой в любом случае и у него вроде там еще и армор неплохой ну троечка такое не очень хороший так что и одной тычкой с руки тени не смог бы его добить после прокаста мы видим что дарксир имеет также метр имеет он соло ринг ну все остальных макропира кукол даун все минуту очень неплохо так ну и что у нас тут тени есть вариант как-то синициировать дарксир он так и делает эволэнч тос макропира и финс грим погибать будет скорее всего здесь тени хотя он все еще живет но отличный суник вейв просто как бы все вот эти попытки виспа спасти сводят к нулю абсолютно их просто сдуло двоих одним ультимейном отличная игра от квапы очень своевременное появление ну в принципе там просто было избиение так что ничего страшного они и без нее справились хотя я не знаю на самом деле надо было наверно сразу на релокейте пытаться ага релокейт в кд а когда они его потратили не сейчас же или сейчас ну не знаю а скальница это тайна для меня куда они летали 12-6 становится счет мы видим что гроф пока что по счету проигрывает ну так что там по графикам по графикам они тоже теперь проигрывают но по моему пока что выигрывает но как же неудобно ой простите телефончик забыл выключить но видим что скорее всего пытается вайпер нас выфармить аганим аганим это неплохо да тут нет таких героев которые против которых это было бы панацея был бы там тени например в команде врага тогда вайпер был бы очень хорош но без него я даже не знаю аганим то купила себе уже квапа теперь у нее есть очень хорошее количество пюр дэмэджа плюс 40 секунд всего перезарядки ну и ждем опять же она стала еще более боеспособной она и так была боеспособной и лол я пропустил фраг на бэйне тени его забрал есть попытка забрать у нас также тхд тхд макропира айс пас дает но погибает и вряд ли получится никого его нету и квапа здесь судя по всему тоже не уходит отличная игра от гроф очень хорошая и агрессивная я не знаю что делал квапа она переоценила свои силы судя по всему причем довольно серьезно ну и тени вис возвращается на меня в мир что там по аганиму у тени у тени по аганиму вообще ничего да абсолютно ничего у него нет но скорее всего сейчас он орб докупен потому что и кура в лавке ну да ладно не будем смотреть только за этим что у нас вообще мы видим что в целом команда гроф пытается зажать своих оппонентов на базе мы видим что они выдавливают их и уже вот так вот где-то разделили карту вместо вот этого то есть захватили довольно серьезный участок эээ гроф но пока что не стоит естественно их недооценивать что это было а это слепо всему была попытка инициировать на джагира но мы видим что она получилась неважненская но опять же тени в лейте мне не очень кажется жестким то есть он серьезный опять же но прокаст его уже не очень а так ну дэмэджа с руки да там предостаточно плюс он довольно плотный ну будем смотреть опять же как он себя покажет конкретно против этих героев потому что тут есть финс грипп есть всякие брайн санты с пюр дэмэджем ну посмотрим соник вейв опять же чисто бьет чисто бьет ну и забрали т2 это первый т2 тавер который упал в этой игре но я не думаю что последний скорее всего мы видим что игров играют достаточно опасно но при этом в меру то есть они могут заархатить куда-то но они не лезут с разных игр скорее всего они попытаются забрать все внешние вышки и уже потом как-то начинать эту осаду что там тинь полторы тысячи до аганима это неплохо естественно с аганимом будут будет намного все хуже для команды но может это назвать н у и м как-то но это странно ну и начинает валить таршан опять же мы видим что падает он довольно быстро и команда но не планирует допустим сюда как-то перетягиваться ряда что здесь дарксир и клопа но таки не забирает аегис ну и вайпер докупил аганим не знаю почему именно аганим здесь мне кажется что он зайдет не так хорошо как мог бы то есть да время и рейндж это очень хорошо плюс но тут не так много милишных таких бойцов то есть фистами кидается у нас эмбер спирит и он все равно наносит этот дэмэдж то есть насколько бы сильно не была засловлена его атака он все равно нанесет эти удары так что ну не знаю то есть кого-то какого-то дарксира но он там тоже с руки не бьет не знаю не уверен я что это хорошая идея но посмотрим опять же как оно все выльется по итогам battle fury пытается дофармить у нас эмбер спирит практически готов у него хотя ну еще и еще надо еще не готов мы видим что он занимает второе место панета варса после него идет тинник то есть в принципе он фармит неплохо эээ вайпер пока что на первом месте но опять же там отставание отрыв у него не такой большой ага так одну секундочку так sonic wave был дан а это просто что подпушит линию я понял а я думал что я что-то серьезно пропустил но мы видим что как я говорил как я предсказывал заходит на т2 а гроуф они будут забирать естественно т2 без проблем без особых проблем его штануку будем помешать довольно сложно так и что здесь на топе перелетают есть даже кривилокейт скорее всего джакира здесь не должно идти сурж сейчас закончится заканчивается сурж так же были провязаны барабаны и двоим лол как он они сбили ему тп но среди не зря улетел тут второй фраг ходит так здесь продолжается драка но я даже не знаю зачем лучше следить здесь тени скорее всего погибнет я не думаю что есть шансы выжить опять же у него все в кулдаунах и бэйн размансил да понятно значит все таки я пропустил просто фраг на развороте почти убивает дарксира и sonic wave его добивает но опять же это только егес здесь рядышком дазл отменил лол что делает клопа и гречечка идти туда отличная игра от тени очень агрессивно он играет и я не понимаю что делает клопа у нее была возможность попытаться вайпер кстати погиб в мини была возможность все таки попробовать скастовать свой телепорт там все лучше чем просто идти пешком тем более ну не знаю видимо она решила что явно не успевает потому что дазл тут сбить как бы и нечем что у него там да у него poison touch вообще не вкачан то есть вообще никак он ничего не мог там сделать этой клопе то есть никаких елов у него нету ничего нету не знаю почему он принимает такое решение возможно как-то мисклик на нервах но всякое бывает 14-11 счет давайте заценим что там у нас по графикам по графикам две тысячи по экспе ведут гроф по золоту около двух с половиной чуть меньше чем две с половиной ну и продолжает фармить фармит брестлбэк фармит тинит даже дазл мы видим что здесь что-то делает что там у тинит у тинит две тысячи триста сейчас он может себе бустер докупить ой хиперстоун простите и тогда уже будет наваливать и с руки неплохо то есть его ну он и сейчас наваливает неплохо а там будет бить быстрее в разы ну и что опа просто очень серьезно получал от него отдается никвейвс никвейвс достает до виспа в забавность она его убила в попытке отпушить линию но играет она очень нагло то есть агрессивно я назвать это не могу она играет просто тупо нагло и возможно поплатится не за это потому что мидер мы должны быть наглым но в меру опять же есть бывает наступает время когда не стоит этого делать а линзу докупает себе жакира ну и 1111 хп вот это просто джекпот не знаю линза то есть да будут айспад ну хотя да линза на нём на самом деле неплохо если так подумать то у него все скиллы будут приятно улучшены итак тине практически имеет бкб решил он киперстоун не докупать себе ну и продолжает так т2 упал это последняя внешняя вышка у команды но то есть в принципе можно сейчас попытаться будет через некоторое время зайти на хайграунд но мы видим здесь какая-то попытка сплитпуша но сплитпуш пока что не очень удачно и к чему хорошему не приводит до буквы остается буквально несколько голды то есть несколько копеек одного крепчика добить и будет бкб у тине и тине с бкб естественно в этом пике его есть чем пробивать есть чем задержать но нечем пока убить то есть как бы убить его будет очень непросто так что у нас тут эмбер спирит спрятался но естественно вряд ли больше тебя просто улетает рошана пока что нет то есть возможно будут еще ждать рошана потому что с рошаном и бкб тине будет практически неуязвим в этой игре пока что его нечего пробивать эмбер спирит имеет хороший сатар но я не думаю что ему хватит дайвера чтобы убить эту машину еще когда он соберет себе хиперстоун он будет вообще жесть то есть я не знаю возможно стоило его все таки хиперстоун так купить потому что он и без бкб сейчас показывает очень хорошие результаты но в принципе естественно бкб не бывает лишним никогда то есть не бывает слишком раннего или слишком позднего бкб но всегда заходит идеально практически всегда здесь она зайдет очень хорошо потому что как бы макропира огромное количество магического дэмэджа и только это только ради этого скилла можно было собрать при том что тине очень контактный такой товарищ то есть он милишный и ну как бы хотя там рейндж такой что он скорее рейнджовый чем милишный потому что такой круг вокруг него должен быть если бы рисовалась радиус вообще то он бьет очень далеко плюсы сейчас плаша но в любом случае а если линзу интересный тиннику он будет вообще на 5 километров кидать хотя еще и плюсы к дэмэджу но неплохо опять же забавные эти новые артефакты но мне кажется что это немножко лишнее что не стоит из доты делать лигу легенд потому что ну все она была самодостаточная я не знаю так фингерит пошел подцепили тинника вайспа залетает просто и да моментальный лол вис просто лопнул пытается сделать тп аут тп аут да сделал отлично но виспа я вообще не увидел что его там убило его вроде убил дарксир это было сделано просто за секунду то есть его как-то прибило не пойми как вообще так что у нас тут будут ли заходить пытаться по боту опять же очень опасно тем более виспа потеряли у виспа не было реалокейта я опять не понял где куда они залетали но так давайте посмотрим что там вообще графики ну графики мы видим что стремятся к нулю преимущество в принципе есть небольшое по золоту ну хотя преимущество по золоту просто есть не то чтобы оно прям такое уж небольшое оно имеется но мы видим что эмбер спирит и тинни занимает первое второе место с разницей там буквально пару копеек так что но пока тинни более боеспособен так заслипали лол а южела нету на дарксире и клопа еще запрыгнула поставил вартишку такую вообще дерзкую но не знаю вообще я не понял что у меня за потери пакетов при том что у меня не лагает совершенно у меня какие то проблемы не знаю что за проблемы сегодня но всякое бывает почему-то у меня какие то непонятные потери пакетов мы видим что нету а южела нету она больше ничего больше я вроде ничего такого пьющего не замечал ну и смотрим как-то джекера пока что не не нравится кто играет я как-то ожидал нечто большего от него что там эмбер спирит эмбер спирит имеет доедалось уже то есть доедалось батл фьюри если хорошо залететь то можно какому-нибудь дазлу сделать очень неприятно но в любом случае стине что-то надо делать это две с половиной тысячи хп плюс триста дэмэжа с руки стычки ну непросто непросто будет с ним бороться зашли на рошана рошан должен падать достаточно быстро под всем минус армором и что идет команда но мы видим идут они в самоках есть у них информация судя по всему и что пошел вив стяжка отличная стенка суник вейп очень большой рассказ но очень жирный пока что финсгрип пошел по бресталбеку его с грейвом подсейвили бресталбек все еще живет дарксир пока что только погиб погибнет так что тхд дазл там тоже где-то умер здесь все еще лохиповый бресталбек гоняет погибнет здесь просто пока что развал остается один эмбер спирит он отходит назад возвращается в драку но присталбек он добьет конечно но на этом все 3 полкил забирает себе денег припрыгнул стену ну добьет естественно рошана ну такое себе знаете 1815 становится счет то есть мы видим что гров очень жирные то есть неплохой был дан рассказ хорошая стенка стяжка хороший ультимейт от клопы но просто не хватает дэмэджа дэмэджа не хватает то есть тут есть бкб у вот этого товарища плюс финсгрип был потрачен по бресталбеку которого даже убить не получилось потому что его просто подсейвил дазл ну смотрим дальше не знаю чем это все закончится но пока что мне кажется что команда гров должна здесь побеждать потому что они чувствуют себя очень уверенно да по графикам этого не видно хотя нет мы видим что драка очень серьезно ударила по экспириенсу команда но но и м так ладненько смотрим что тут у нас клопа имеет она руду волшебство волшебство какое-то читерное у нас медлеруна ладненько ну смотрим опять же пока что гроф чувствует себя очень хорошо но чем ближе к лейту тем больше проблем у них может быть потому что мы видим что эмбер очень серьезный дамэш вносит но пока его недостаточно как мы видим кирасу а я понял почему не купил хиперстоун потому что он сейчас уже имеет мунжард эээ я хочу посмотреть просто какой скорость он бьет потому что по идее сейчас очень неплохой атак спит он имеет с этим с этой с этим артефактом ну и опасен он да бьет он очень серьезно возможно стоило кирасу именно ему а брестолбеку конь шиво чтобы они стакались как бы но решили кирасу все таки оставить а брестолбеку так пошло марк рапира чтобы отдыхать но мы видим что просто за буквально за секунду падает вышка что будут любить баран да бьют милишный баран бьет он очень быстро опять же под оверчарджем эээ так финс грипп отличная стяжка стенка опять великолепная брестолбек может погибнуть его дазл подсейвил эээ квапа все еще живет блинкаут сделала джакира будет скорее всего нет нет рассветок эээ заслипали киньем но ой 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 бедный бэйн бэйн не успевает даже отожраться от него присыпали гречка на сквапу но опять же тени просто бьет то есть да он серьезно просел эмберспирит пришел и грейфт паут делает у нас вайпер тени остается тени скорее всего здесь может даже погибнуть есть релокейт надо отсюда уходить наверное тени отдает аегис отдает также виспа и вот теперь он здесь отсюда по идее уйти никуда не должен да моментальный рассказ огромный практически успевает он убить в это время джекира но он стапа был отдает он эмберспириту естественно это приятно такая денежка для него то есть семь сотен практически приятно опять же мы видим что будет у него два дайдалуса у эмберспирита и он уже отрывает неплохо нам я прошу прощения опять же немножко болею но что поделаешь solar крест докупает вида ну 05 у него 057 в принципе неплох ничего особо и нареканий у меня не вызывает хотя может быть я просто не очень внимательно за конкретно должно смотреть потому что тут есть более интересные действующие лица то есть я больше внимание кинеку уделяю ну и неплохо с муншардом он конечно раздает да надо не забывать про этот артефакт я на самом деле постоянно забываю даже если 6 слотов то всегда можно брать седьмым и просто его съесть потому что это жестко ладно продолжаем смотреть 21 16 счет пока что мы видим что по фрагам немножко гроф отстает но по факту а и по факту тут есть некоторые трудности но в целом мы видим что их дело как бы прискорбнуть то что то что они милишный барак потеряли остался один рейнджовый который еще не регенится если если еще одну драку не проиграет они скорее всего лишатся мида попытка была зацепить эмберспирита опять же если бы кто-то из саппортов собрал орхид какой-нибудь вайпер можно было бы еще что-то придумать но без орхида его практически невозможно зацепить опять же манта и бкб никакой нету эмберспирита так что если вы собрали орхид это вынудило его делать не такой комфортный для него этом билд но мы видим что они этого не сделали ну и тени конечно огромный дэмэдж наносит что почует запах угля нет судя по всему не почует опять же было бы довольно странно если бы они нажали все таки спиритов так ну и эмберспирит имеет очень неплохой затар что у нас у квопы у квопы кираса то есть две кирасы есть у одной и у другой команды соответственно так что ну неплохо будут они друг друга сводить к нулю воздействия ну не знаю почему и на квопу и как-то странно вообще все собираются возможно стоило все таки собрать а дарксиру хотя у дарксиру уже шива и вот как раз шива может лучше было собрать все таки квопе то есть это и монопул и замедло ну не знаю опять же решили так как решили есть иглсонг это судя по всему бабочку будет собирать тени не знаю на самом деле насколько это клево но наверное клево раз он собирает потому что я вообще бабочку не собирал бы но опять же я и не играю в 7 серии я то всего 2к ммр в любом случае так что я много чего б не сделал что делают нормальные люди так и мы видим в смоках гроф заходят возможно будут быстрые минус 3 возможно будет неплохая заруба а возможно они просто не найдут да так и произойдет они не найдут своих оппонентов идут тенин тени видит квопу джакира тп аут все тп аут как он не успел лол ну разбежались естественно если по здесь поймали то все могло бы быть очень печально дофармливать себе еще бабочку то есть теперь он будет бить я не знаю вообще с какой скоростью давайте заценим как он вообще бить будет кстати на самом деле читаем много внимание этому тенику наверное стоит как-то и на других героев обращать больше внимания ну и висп ставит паузу ждем пока отожмут пока что гроф чувствует себя уверенно ладненько что у нас тут брестелбэк кстати очень хороший тоже затар имеет мы видим что у него выход в тарасочку есть тараска появится еще не очень скоро если там в курьере не летает ничего это кто такой вообще ага ага хексуля неплохо вайпер продолжает собирать странные но полезные артефакты и продолжает фармить опять же на самом деле уровень тех команд выше чем то что я привык видеть в последнее время так уж получилось что мне дают в задании не очень интересные матчи а этот вроде неплохой мне пока что нравится это же брестелбэк куда-то идет бы ковать здесь у клопы очень серьезная проблема она практически погибает 3 2 что они делают это не так работает алё но в любом случае они ее убивают вилоге это как-то странно было то есть было понятно что сейчас у нее будет блинк надо было либо раньше жать либо как-то по-другому но в любом случае тени у него откатился его блинк и он добивает то есть бьет он просто с невероятной скоростью мы видим что моментально практически погибает эмберспирит то есть этой бабочкой он наносит просто катастрофичные повреждения практически для любого героя они будут летальны если он сейчас нападет на кого-то один на один с раскаста и плюс 2 будет две тычки пока там он на атосе летает а он успеет сделать две тычки байбек жмет у нас клопа я не знаю почему-то не было звука байбека и и что будут ли заходить на хг или будут отходить а 7 секунд бкб у тени есть то есть в принципе он готов еще довольно долго драться плюс бабочка то есть здесь нету мкб никакого по идее ни у кого ну этих уже плевать если на магнитные все равно ничего не наносит и судя по всему будут ждать рошана потому что аегис нужен тенику вместо чего правда сразу съесть муншард но он как бы когда съедаешь он не такой интересный оей ой я пропустил пока какое-то хрень читал погибает дарксир и это естественно печально у нее есть байбек так что в любом случае он выкопится скорее всего но если не разведут еще один байбек команду команду НОПМ то будет печально естественно Но, похоже, придется делать байбэк Потому что в противном случае, я думаю, Тинни зайдет А вышку он съест просто за секунду Даже в соло Ну как в соло, под виспом Да, делает байбэк Дарксир Зацепили Айс пасом Тинника, но Вроде пока не заходят Опять же Эмбер Спирит имеет очень хороший сатар Но ему Кстати, я иншил на Эмбер Спирит Это, по идее, одно из самых вообще бесполезных вещей Так что, будут заходить? Судя по всему, нет Мы видим, что перетягивается сюда, опять же, Эмбер Спирит Но Римнант в ходе, где он должен был оставить Да, оставил Римнант Мы видим, что по 500 тысяч часто критует Заходят на Рошана, опять же Скорее всего, заберет его Тинни Но не факт Как же он быстро бьет Опять новобода Хакерство сплошное Да, Тинни забирает, он съел все-таки Муншард Опять же, Муншард неплохо Рапира Первая же игра, Best of 5 И мы видим сразу же Рапиру Ну давай, покажи мне Я, вот теперь я болею за другую команду Как-то я все за гроф, за гроф Но это я сразу объясню, почему Больше я затопил за гроф Потому что мне не нравится называть Нопм Так уж получилось, что я скорее язык сломаю Чем произнесу это много раз Как-то без Каких-то осечек серьезных Поэтому я больше как-то внимание обращал на Гроф Потому что, ну, называется проще Выговорить проще Плюс экзотические греки И все такое Но Теперь я затоплю совершенно за другую команду Покажи мне Эмбер, покажи Но опять же, Тинник может и неплохо пережить Все проблемы Опять же, по 700 критует, мы видим Плюс Battle Fury Пошел Вив Вив надо как-то пережить Кстати, Poison Touch почему-то абсолютно игнорирует Так, залетает Ой-ой-ой, я больно оторвал А Тинник это Вязает он БКБ Что там, фисты откатились Дает фисты Больно Больно, но, как бы, пока живут Так, Тинник запрыгнул Очень серьезный рассказ по Дарксиру Дарксир ничего, возможно, не успеет сделать Сешка, стянка Успевает он все сделать Хиксанули у нас клопу Эмберспирид продолжает нарезать Убивает он Бристлбека Съедает сыр у нас, мы видим И, похоже, Эмберспирид планирует Нет, не планет Ничего отдавать Никакие рапиры не отдает Но мы видим, что не хватает просто Заслипали у нас Тинник 1625 крит Но не хватает просто Ну, он попытался Рапира это вообще Последняя была надежда И вот она заканчивается практически Хотя нет, он опять же Выживает Но линию не потеряли Заслипали у нас Тинника Ну, опять же Не забрать Ну, такое себе, знаете Не спасает пока что Абсолютно не спасает рапира Возможно, еще одна рапира Если какой-нибудь Супер крит выпадет Только при таких обстоятельствах Все может пройти хорошо Но, естественно, вряд ли Вряд ли это будет Вторая рапира Хотя, какие варианты В принципе, тут никаких Других вариантов нема Так что, возможно Такой и будет Ну, опять же Гроф мы видим Не потеряли еще Ни одного Т3 Таура При том, что здесь Нету двух бараков Здесь нету одного барака Причем и лишнего Ну и по миду Все стоит пока что Ну как Это Это пока Тревелада купил себе Тинни Что у него там по закупу? Криты у него есть В тайнике То есть, скоро они Естественно, после Аегиса Он их заберет Там будет уже, скорее всего Дайдаус к этому моменту Потому что Дайдаус не так много Что у нас дальше? Линза и Дискорд у нас появился У Дарк... У, простите Джакира Дарксир имеет Блинк, Шиву И Рефрешер То есть, тоже неплохо Бэйн имеет Глимер Кейв Здесь у нас Вторая рапира Судя по всему Хотя, возможно Второй Дайдаус Посмотрим Третий Дайдаус, простите Квапу мы уже обозревали Это я тоже называл Называл, называл Тараска появилась Дособирал он себе И Вайпер имеет Хекс Ну, серьезно Опять же Очень серьезный Затар у нас У Гроф Но, вообще Что там по... Как вообще там Ситуация с графиками 7500 по XP Они ведут По золоту Ведут около 10000 То есть, крайне серьезное Преимущество Но здесь есть вот этот Пацан, который Явно очень хочет Выиграть Ну и посмотрим За его потугами Как оно там Получится у него Опять же Бристалбеку В принципе Не так уж и больно Ну да Если бы были Здесь какие-нибудь Какая-нибудь Бруда То, конечно С рапирой Если бы они там Ну, конечно Вряд ли кто-то бы Стал рядом С пауками бруды При том, что Эмбир Спирид С двумя доедал Сами рапирой Но если бы такое было Там, конечно Брастворило Вообще всех Кого только можно Но Пока что Этого не происходит Так что Пока ждем Пока ждем Какие-то события Мы видим, что здесь засада Но Эта засада Ни к чему не приведет Потому что команда Но полностью Полным составом На базе Ну естественно Им нельзя сейчас Ни в коем случае Никому отдаться Потому что в случае Если они потеряют Хотя бы одного героя Вероятность того Что они выиграют Практически Будет сведена к нулю Если у него не будет байбэка А байбэки Естественно Стратить не хочется Давайте посмотрим Состояние выкупа Что у нас там По байбэкам Байбэки у нас Есть У Бэйна Неплохо Бэйн имеет байбэк Но опять же Эмбир Спирид У байбэк уже не нужен Если он умер То игра проиграна В принципе Остальным можно Иметь байбэки Это будет неплохо Интересно Керапира Или второй Третий Дайдалус Неизвестно Короче Это все будет Куча телепортов Собрал курьер У нас мы видим Ну и продолжаем Когда-нибудь Это все кончится 49 минута матча пошла Но я так и подозревал Что это все будет Очень долго здесь происходить Почему-то я был уверен В этом Потому что все матчи Которые мне обычно Дают Или я сам беру В 7 серии Они все Длятся Минимум час Это минимум Обычно минут по 90 Ну и что Что-то ищут Но никого здесь не найдут Естественно Здесь уже никого нету Ладенько Что по закупам Что по закупам По закупам Ничего нового Я думаю не появилось К тому же Команды почти ничего не фармят Они зажат на базе Вот эти два Пацаны далековато Пошли Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Лол Его смогли убить Но что произошло С тинником Я не понял Оторвал от него Оторвал от него Очень серьезно Плюс Серьезная ошибка От виспа Который не смог Его зацепить Так Хиксанули Форсанули Эмберспирит Проблема Эмберспирит Нет Все хорошо Красота Да Это еще одна Рапира Я почему-то думал Что это будет Еще один Дейдаллс Как-то Типа Какие-то шансы Прилетает он Стягивает подшиву У нас Дарксир И как же он Больно Как же он Сами-то Красиво Великолепную фразу А я не помню Чья это фраза На самом деле Что-то я забыл Вам это не вилан Говорил Ну да ладно Я думаю понимаете Как же он Бьет Хорошо В общем Дазл в инвизе Дает он хорошую информацию Опять же не получается Забрать пока что Эмберспирита Он очень мягкий Но добить его не получается Тинни имеет Дейдаллс Кстати Возможно Хотя нет Опять же Он все-таки Пытался спасти Вис Возможно информация Поступила слишком поздно Чтоб Аегис Пропал Потому что я за временем Не сильно слежу Ну и как же Больно Тетри Тауру И уходят Так Что у нас здесь Висп Тинни Ой-ой-ой Хорошая стяжка Стенка Еще одна стяжка Соник Вейв Какой же рассказ Unstoppable Становится у нас Эмберспирит Но единственное Он серьезно пробит Есть еще один На Погибли Да Бьют его Это судя по всему Биг камбэк Очень серьезный Ну блин На самом деле Надо Отдать должное Этому Невероятному Эмберспириту Который На мужика Просто собрал Две рапиры Сразу И мы видим Что В принципе Он выиграл Эту игру Потому что 2200 Забейте Там у Виспас Столько жизни Сроду не было И они сразу Начинают пушить трон Опять же 71 секунда Все без байбэков Байбэк есть только у Виспа Которому как бы Ну толку от него здесь Мягко скажем никакого Да Будет падать трон Ничего не спасет Уже команда из Греции Здесь Потому что мы видим Как серьезно пробивает Тут Эмберспирит Да Гуд гейм В любом случае Байбэкнулся у нас Но Отличная игра Невероятная концовка Все сделали очень круто Единственное Я почему-то До последнего верил Что Гроф Все-таки смог додавить Но Эмберспирит Сделал эту игру И Но Забирает первую карту Так что Небольшой перерыв Опять же Это Бестов 5 Так что Никуда не разбегаемся Скоро будет Вторая карта Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...